Минфин предложил увеличить в следующем году ставку акциза на табачную продукцию на 20%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Планы по росту акциза на табак для дополнительной мобилизации доходов бюджета содержатся в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы. И в среду они были одобрены правительством. Как пишет российская газета, рост розничных цен на сигареты из-за увеличения акциза приведет к росту нелегальных продаж табака. Но этому будет противодействовать вводимая в России государственная система маркировки. Она уже реализуется и, по мнению экспертов, поможет решить проблему обеления рынка. При этом Минфин видит необходимость ужесточить ответственность за продажу немаркированной продукции. Транспортная группа Феско запустила интермодальный контейнерный сервис для доставки рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в Китай на регулярной основе. Сервис включает в себя морскую доставку рев-контейнеров регулярными рейсами Феско с Камчатки, Магадана и Сахалина во Владивосток, а также автотранспортом с предприятий Приморского края. Далее рев-контейнеры обрабатываются во Владивостокском морском торговом порту и отправляются по железной дороге в Китай в город Хунчунь. Тестовые отправки по новому маршруту начались в мае 2020 года, ну а с сентября поезд курсирует на регулярной основе с частотой отправок раз в неделю. Время в пути следования из Владивостока в Хунчунь составляет около четырех суток. В перспективе возможно сокращение сроков доставки до двух суток, пишет Интерфакс. У россиян стало больше возможностей улететь в Египет. 17 сентября авиакомпания Egypt Air возобновила рейсы в Москву. Продажа авиабилетов уже открыты. В расписании заявлено три рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Но интересно, что стоимость билетов из Москвы в Каир и обратно на первый рейс стоит 82 тысячи рублей, а на последующие дни почти в два раза меньше. При этом пассажирам из России необходимо иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до полета. Ну а после возвращения россияне должны сделать тесты в трехдневный срок и разместить результаты на портале госуслуг. Напомню, что помимо Египта для россиян открыты Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Танзания и Турция. Экономика всюду следим и участвуем. Субтитры создавал DimaTorzok